Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим Сегодня у нас продолжение Скорее минуты груша билда Пелерима Войн, Легкая Броня Улава, Щит Ну и все такое Итак, прибыли мы в Рифтон И давайте разберемся с невестными квестами Вот, например Мьёв, Львица Ты не из Рифтона? В общем, тогда ты здесь Много лет назад Я поделала в Вемерских руинах Свой клинок, лютый Я поняла, что это знак свыше И пора перестать гоняться за богатством Мы с тобой одного поля ягоды Ищем приключений и богатства Но на этом сходство кончается Видишь ли, для меня Рифтон Это чудовище, которое надо одолеть А богатство Это благодарность и доверие Я понял Счастливого пути Так, что мне нужно Теперь Шадер, что за проблемы? Я кое-кому должен крупную сумму денег И мне кажется, что меня обманули Не знаю, что и делать Расскажи мне все Мне удалось договориться с конюшней Вайтране И купить у них уздечек доседел Чтобы оплатить груз, я должил денег у Сапфир Да только груз украли по дороге Теперь Сапфир требует деньги назад Если я не заплачу, она может меня убить Я помогу тебе рассчитаться Правда? Вот спасибо Так, по-быстрому Пока он не ушел Может попробовать успеть его в самых ворот перехватить Сапфир иди сюда Давай поговорим о Доле Шадре Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться Тут все очень просто Я ему денег одолжила Он обещал вернуть А сейчас говорит, что намерен Вот и все, в общем-то Мы с тобой оба знаю, что это было подстало Ладно, ладно В принципе, я тогда неплохо заработала Чему терять время, запугивая конюха Передай Шадру, что он мне ничего не должен Надеюсь, еще встретимся Так, идем Не успел Понятно, вот тебя не знаю Идеть сюда тебе, что ли, не хватало Делать вид, что ты меня не слышал Но, как дела сам Ты больше ничего не должен сообщил Во имя восьмерых Тебе действительно удалось ее уговорить Даже не знаю, что и сказать Я и не думал, что кому-то в Рифтене есть дело до меня Вот, возьми Думал, пригодится, если Сапфир придет по мою душу Но теперь мне это точно не понадобится Так, дели долгой неливости, готово Могу ли кто-то для тебя сделать? Нет Так Милки козе Как тебе удается вставить еду свежий? Я кое-чему научилась у мясника из Элинира Маленького приграничного городка в Хаммерфелле Он научил меня использовать в качестве консерванта Молотые зубы ледяного привидения Там все остается свежим и холодным Но не очень долго Мне всегда нужны эти зубы Так что, если принесешь мне штучек пять Я их с радостью у тебя выкуплю Ладно, я постараюсь Спасибо А то я уже начала волноваться Хорошо Осторожнее, скройной эликсир Эти мелкие поршивки очень опасны Так Хочешь посмотреть, как Баримон творить чудеса? Похоже, ты гордишь своей работой? Кузнечное дело уже много поколений в нашей крови Своим успехом я обязан своим предкам и секрету их пламени Все дело в моем горне Я добавляю туда огненную соль Это необычный минерал Жар дает такое, словно раскаленная лава Красной горы Впечатляет Еще бы Только вот кузница, увы, умирает Я последнюю соль недавно использовал Если я не добуду соли, горн может остыть Я добуду тебе соль Правда? Спасибо Чтобы оживить кузницу, мне вполне хватит десяти щепоток огненной соли Хорошо Запомни, подает только настоящий Теперь к тебе Приветствую, дорогой друг Привет, привет, Андрей Взглянуть на прекрасные украшения Ты сам делаешь украшения? Именно К сожалению, я один из немногих ювелиров старой школы Саксхилл в Тамриэле Наше искусство постепенно забывается Доставать материалы в последнее время становится все опаснее Дороги к шахтам и городам кишат бандитами А то и чем похуже тебе Не хотелось бы помочь мне в сборе материалов Я тебя с радостью вознагражу Да почему бы и нет? Хорошо, я помогу тебе Спасибо тебе, житель суши Для своего следующего творения Мне нужен небольшой перечень предметов Два безупречных сапфира Бивень мамонта И кусок золотой руды Саксхилл? Извини, я давно не использовал это слово Почти все в Тамриэле зовут нас Аргнианами Но сами мы привыкли называть себя Саксхилл Мадези, мое исконное имя Саксхилл В отличие от многих других, я помню традиции и придерживаюсь их Ага Счастливого пути, путешественник Так, отлично Теперь еще Я так понимаю Могу я предложить тебе отменные товары Изморавить А сколько ты не хочешь? Все, что видишь тут Помогу я тебе чуть-чуть из Багариды И так У тебя странное имя для темного эльфа По крови я темный эльф Но воспитан Аргнианами Так вышло, что я осиротел Я до сих пор не знаю, почему это случилось Потом меня усыновила добрая семья из Чернотопья Я очень надеюсь когда-нибудь узнать, как же это все так вышло со мной Что значит в своем прошлом? Одну вещь знаю Когда мой отец Аргнианин меня нашел Я был завернут в одеяло с эмблемой дома Телл Ванни В давние времена это был один из великих домов Моровинда Значит ли это, что я принадлежу к нему? Я не уверен Если тебе в твоих странствиях встретится что-то, что поможет мне найти ответы Я буду крайне признателен Вот держай глаза открытыми А почему ты стал искать Скай Риме? Мне стало известно, что костелянша, служившая дому Телл Ванни Бежала из Моровинда во время войны за присоединение Удалось найти записи, в которых говорится, что она попала на борт корабля Под названием «Гордость Тельвоса» Но на этом след обрывается Я долгие годы пытался разузнать, что стало с тем кораблем Но все тщетно Любая твоя находка нам очень пригодится Так, удачи Здесь готовы нашли Да, видел Добро пожаловать в пчелу Я ее встретил, когда пришел в Рифтен пару лет назад По уши в нее влюбился Я даже собираюсь просить ее руки По традиции чернотопья Я должен преподнести невесте Особое обручальное кольцо В знак нашего будущего союза У меня уже есть золотое кольцо Но в него нужно вставить Три безупречных аметиста Я постараюсь найти их для тебя Я очень на это надеялся Но как-то было неудобно тебя об этом просить Спасибо тебе Почему кольцо должно быть именно таким? В органианском обручальном кольце Должно быть три безупречных аметиста Два из них, что по краям Изображают пару Один мужа Второй жену А центральный это хист Сущность, которую все органиане Считают священной частью своей жизни Я понял твою мысль Мне надо заняться делами Так, воровать мы коня не будем Обойдешься И сейчас мы еще сколько? Один или два квеста еще Подождите Нет, медовик это дом Мне мне нужна медоварня Вот она, да? А что у меня тут за Костя? Я не понял Я сюда хочу идти за оберегательные камни Миволендретта приучить Плава это легко и быстро Я здешний медовар Что, чтобы пройти? Позволь посоветовать тебе черновересковый мед Лучший мед во всем скорее А вот он, Дред Ты вроде не прочь, выпей Я продаю лучший мед в городе И дешево Что скажешь? Ты продаешь дешевый мед? Нет, друг мой Все совсем не так Я не продаю дешевый мед Я продаю хороший мед Черновересковый мед Но дешево Я беру в два раза меньше, чем таверны Да трактиры платят медоварни Мне только нужно, чтобы кто-нибудь товар доставлял Если увидят, что я покидаю Рифтон Начнут подозревать Какого рода доставки? Нужно, чтобы кто-то отнес этот бочонок черноверескового меда Вилхельму В гостиницу Вайлмир Что в Вайварстеде Отнесешь его туда Получишь плату за доставку Оставь ее себе за беготню А если вдруг наткнешься на Индорина с медоварни Держи язык за зубами Он нас мигом сдаст Ладно, я сделаю это Хорошо Теперь иди Значит так Этот квест видится легким Но есть нюанс Если мы оттащим в Айварстед Вайлмиру То получим, по-моему, там ожерелье Камня не самая дешевая Может быть, рандомная И помните, по уровню ожерелья Что вроде прикольно Но Идти надо Дайварстеда Если мы сдадим этот бочонок Сейчас владельцу медоварни Которую я здесь Медоваршин говорю То мы получим Несколько драгоценных камней Рандомных, по-моему Но На самом деле Для меня не стоит вопрос Как выполнять Квестную сторону Мы вот этого товарища Ненавидим Весь их род Со времен Обливиана Напомню Первое В начале игры Когда он там Над нами издевается Когда мы в камере сидим В Обливиане Их предок дальний Второй товарищ Этого Дретта Ну, родственничек Это Появляется он покой С той теревая корону Затерянная в веках Пытается Бывший Автор Катри Которая Собственно Потом Померла И Остался единственный И всю славу себе Присыл Нас тоже убить пытается И этот Товарищ Жуля А еще есть Третий По-моему Я не помню Есть еще Третий Или нет Который в камере Сидит В тюрьме В Рифтоне Я не помню Что это там связано С бегляночкой Сейчас посмотрим В любом случае Этого товарища Мы сдаем Без зрения совести Нести ближе Награды больше Никому ни слова Да сейчас Будет еще Какой-то приличный А вот он Кстати Рядышком Смотрит Если это насчет Медоварки Не курс, что Ровлин Ворует мед Да Были у меня Подозрения На улик Против этого Мелкого Жулика Не было Вот он Он дал мне Этот бочонок Велел кое-кому Доставить Гаденыш Я ему Этот бочонок Утром Только дал Велел Убрать Погреб Сгниет Он у меня В тюрьме За это Как только Мавин узнает Его песенка Спета Вот Не буду Тут Перезерят Камушки Какие Даст Такие Даст Рубин Безупречно Метис Безупречно Грамма Спасибо Ладно Теперь Я вернусь К работе А И после Этого Еще Можно Становится Брать Мед Прикольно Но я Не буду Торговать В начале Игры Прикольно Его Наворовать Залутать И Продать Неплохие Деньги Для начала Игры Получаются Но Нам Это Ничему Так Прелестно Прелестно О Вышли В порт Через Отход Который Хотел Но Тогда Желтог Давайте Сравн Какой Словарь Какая Нож Ты О Чувал Я Не могу Этого Выдержать Забери Их От Меня Верни Вован Чин Зел Прошу Забери У меня Славарь Ладно Я возьму Слава Тебе Обязательно Нужно Отнести Его Вован Чин Зел Это На Западе Верни Его Им Он Должен Вернуться На Своё Место Так Раз Квест Взят Теперь Где Вторая Органе Анночка Не Слава Это Ничего Не Ладно Мы Дождемся Непролист Придется Все 8 Число Подсчитывать Ну Ладно Это Дамочка Где Синем Подолковом Плате Видать Только С утра Появляется На работе Ладно Так Опять А вот Она Мне Очень Нужна Твоя Помощь Не Хочу Лишиться Работы В Рыбном Порту Что Ж Мне Делать Ты Можешь Потерять Работу Я Вот Вот Потеряю Работу В Рыбном Порту Рифтона Болис Сказал Что Выгонит Меня Если Я Еще Хоть Раз В Таком Состоянии На Работу Приду Я Ж Не Специально Просто Ничего С собой Поделать Не Могу Год Назад Попробовала Скуму И Все Не Остановиться Если Ты Достанешь Мне Исцеляющее Зелье Я Очищу Свой Организм От Травы И Заживу Нормальной Жизнью Да Вот Пожалуйста Я Не Забуду Твоей Доброты Вот Возьми Ага Рандомное Жрелье Все Что Я Могу Даль Кольцо Не Помню Золотое Кольцо Спасибо Стоять Общение Согнеты Берешь Скуму Слушай Наверное Мне Лучше Не Рассказывать Они Ж Меня Убить Могут Подумать Мне Кое Чем Обязан Вообще Ладно Ладно Я Расскажу Я Беру Скуму У Сартиса Идрена У Него Есть Тайник На Складе В Рифтене Внутрь Правда Не Пробраться Они Все Накрепко Запирают С С С С Начала Войны У Кого Исключат Склады Я С С С С С Как Боли Говорил Что Ключ Склада Есть Только У Я Обычно Когда Я Встречаюсь Там С Артисом Он Ждет Меня Снаружи Вместе С Телохранителем И Что Теперь Будет Делать Если Бы Нес Кума Я Давно Бы Сбежала Из Этого Ужасного Города Все Мое Золото Ни Монеты Не Осталось Придется Все Начинать Сначала В Жизни Больше К Скуме Не Прикоснусь Хотя Полагаю Кружка Другая Меда Не Повредит Это Можно Ладно Благодарю А Заны Ну И Тебе За Информацию Спасибо Так Смедл Квестик Выполнили На Рыбку Натолкнулись Похоже Ладно Конюха Квест Выполнили Каравана Не Видать Ну Ладно Тут Еще А Ярну Идем Выполняю Квест Кумы Можно Кстати У Магички Взять Квестик На Поиск Ее Вещи И У Сынка Ярна Кстати Тоже Можно Взять Квест Нападать Принеси Меч Толь Вещи Толь Кузнеца Забрать Вот А Да Еще В Ночлежке Квест Конечно Скокших Туда Стоп Показалось Напас Случалось Ему Сынок Тренируется Ну Ладно Наши Разведчики Эти Вампиры Стали Настоящие Напасте Яру Доброго Пожару В рифтинге Исторгует Скулой Да Я боюсь Нам Известно О присутствии Сартиса На складе К сожалению Нам Также Известно Что У него Есть Связи В Городской Страже Каждый Раз Когда Мы Пытаемся Его Взять Он Ускользает Однако Если Ты Скроешь Свои Истинные Намерения То Возможно Тебе Удастся Застать Его Врасплох Скинут Он Драться Пошел Хорошо Я Сделает Отлично Вот Возьми Ключ От Склада Поймай За Хвост Этого Торговца Отравой И Прикрой Его Лавочку Навсегда Хорошо Поговори С Городской Стражей Нужно Подготовить План Обороны На Случай Нападения На Рифтинге Бороды Присвали Я чувствую А с чего мне Наталья Смеяться Ну это понятно Чем Могу Служить Где Сынок Чтобы Это Значило Возвращение Этот Понятно Сынок Кто Из Нас Мог Бы Оказаться Достой Прочь С Дороги У Сына Ярла Нет Времени На Пустую Болтовню С Путешественников Син Ярлы Всего Лишь Кинжал Если Так Интересно Я Тренировался Со С С С С С С С Во Дворе И Он Отбил Удар Когда Я Ему Специально Велел Уклониться Клинок Ударился Каменную Стену Крепости И Теперь Его Нужно Привести В Порядок К С С Наш Кузнец Болимонт Настоящий Мастер Товарищ Товарищ Стену Забрать У Него Мой Меч Я Буду Крайне Признателен Я Принесу Спасибо Если Можно Поскорее Так Забрать Меч Иди сюда У нас Была Назначена Встреча Нет Это Была Доставка Я Не Помню Похож Тенем Не Помешал Бо Получ Промест И Все В Порядок Мне Бо Помощ Не Помешало Взять Помощника Нет Нет Завести Собаку Явно Не Поможет Да И Грязи Слишком Много Ладно Так Или Иначе Организованность Не Самая Сильная Моя Сторона Мягко Говоря Мне Пригодится Любая Помощь Кстати Если Ты Мне Добудешь Кое Какие Вещи Я Смогла Бо Начать Следующую Серию Опытов Чем Вы Могуте Помочь Нетрудно Догадаться Что Я Частенько Забываю Вещи Оставляю Где Попало Давно Пора Бы Научиться Не Разбрасывать Свои Вещи Сейчас Мне Нужны Моя Двемирская Ложка Мешалка Мой Слиток Орехалка И Мой Великий Камень Душ Сейчас Это Значит Немедленно Ну Немедленно Пойдешь Сор Предметы И я С радостью Поставлю Опыты На Тебе Нет Не Совсем Так Я С радостью Вознагражу Тебя А Делай Другой Укажи Где Искать Я Разновуду Их Отлично Жду Не Дождусь Так Почему Ты Все Еще Здесь А Правильно Тебе Нужно Знать Где Искать Это Будет Полезно Куда Мне Нужно Идти Посмотрим Последний Раз Двемирская Ложка Мне Была Нужна В Доме Моей Дрожайшей Подруги Ботти Вайверстеди Если Не Ошибаюсь Ферма Называется Звездопад Слиток Орехалка Полагаю Так И Лежит В Винтерхолде В гостинице Замерзший Очаг Понятия Не И Почему Я Его Оттуда Не Забрала И Последнее Камень Душ Я Его Оставила В Винтхельме В Алхимическом Магазине Белый Флакон Кстати Неплохо Там Закупилась Ну Ладно Так Вроде Взяли Квесты Так Еще Квестик В ночлежке Погоди Извиняй Но Сначала Еще Здесь Оба Я Хочу Замерять Меч До Харальда Отсюда До Крепости Рукой Подать А он Тебя Гоняет Вот Меч Передай Харальду Чтобы Перестал Воевать Со Стенами Тогда И Меч Не Попорки Хорошо Запомни Только Настоящая Огненная Соль Так Сразу Квестик Этот Сдадим Как Маленький Простенький А что Он Мне Даст Я И Не Помню Деньги Неужели Такой Простой Квест Ты Не Нужен Ты Не Глумиться Того Тем Более Не Разделяет Убеждение Старом Форте В фигасе То есть Мне из крепости Ночью Угоняю Из драконьего Предела Не выгоняли Ну ладно Как нибудь Побыстрее Обернут Сам Высходил Вот тебе За труды Аметист Гранат А Ну Нормально Ну Тауше Чем Деньги Деньги То У меня Есть Отканки Драгоценные Собиратель Прикольно Мне нравится Так Ночлежка И Квез Жамары Конечно Ж Забыл Ладно Сейчас Делаю Так Ночлежка Это Вроде Так Аквест Алхимика Еще Юб Так Ночлежка Хельги Идем Сюда Общаемся С ее Племянницей Ты Не обяжешь Если Ничего Не будешь Трогать Ты здесь работаешь Работаю Да Можно сказать И так Я это Называю Рабством Пальцы Уже До костей Стерла От Этой Вечной Уборки С тех Пор Как Умерли Родители И Хельга Взяла Меня К себе Это Вечный Кошмар Откуда Мне Было Знать Что Она Такая Гадюка А Теперь Я Вынуждена Тут Жить А Эти Свиньи Которых Она Завит Клиентами Лапают Отвратительно Мне кажется Она Слишком Далеко Зашла В своем Поклонении Дибелли Ты в курсе Что она Только За последний Месяц Спала С тремя Разными Мужчинами Кем Надо быть Чтобы Так Себя Вести Как Ж Мне Хочется Заставить Ее Подергаться Носом Ткнуть Должен Быть Способ На самом Деле Есть Такой Способ Но Я Не думаю Что Мне Это Сойдет С рук Если Она Узнает Она Меня Убьет После Занятия Любовью Она Обычно Дает Партнеру Так Называемый Знак Дибеллы Как Символ Своего Расположения Если Ты Предъявишь Ей Сразу Три Знака Она Окажется В Очень Щекотливом Положении Даже Не знаю Что Она Будет Делать Я Помогу Тебе Это Будет Замечательно Тебе Нужно Получить Знаки Дибеллы У Болли Не знаю Как Ты Это Провернешь Но Постарайся А потом Просто Покажи Хельге И увидим Что Будет Мы Договорились Я Не хочу Конечно Доносили И уж Тем более Воровство Тем более Воровать Я не Собираюсь Эти Знаки Сразу Говорю Ой Нет 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 Не Сюда Работу В рыбном Портуре Как и не Назовешь Более Ты Где Ты Тут Тоже Не У Меня Недовар Не Точно Значит Раз Невидимый Рыбакобольный Пойдем Вот И Мудрость Азуры С тобой Мой Эльга Давайте Знак Деб Мне Он Нужен Что За Безумие Как Ты Смеешь Меня В таком Обвинять Дай Вам Мне Никто Ничего Не Узнает Если Пойдут Слухи Что Я Ней Спал Ко Мне На Медоварне Всякое Уважение Потеряют Забирай Знак Если Хочешь Не Стоит Он Всех Этих Неприятностей Разок Раз Есть Бабы Бабы Хочешь Захотела Такого Ну Я Я Виноват Клянусь Я Его Запечатывал Скажи Мне Вот Что Тебе Нравится Пускать На Ветер Золото Госпожи Мак О Болит Похоже На Недавно В Городе Да Небось Рыбак Кстати У него Квас Чуть Да Марк Лучший Во Всем Рифтоне Мне Принадлежит Рифтонский Рыбный Порт Все Началось Единственные Удочки А Теперь Мне Принадлежит Целое Здание И Две Лодки Не Так Плохо Для Норда Средних Лет Жаль Только Что С Нищетой В Городе Я Не Могу Справиться Так же Легко Нивенор Считает Я Зря Трачу Время И Силы Но Я Не Согласен Рисковать Стоп Покупать Твою Рыбу Я Продаю Свой Лов Почти По Всему Скай Риму Рыбы Для Меня Считай На Вес Золото Только В Маркарте Пока Нет Покупателей Но До Меня Дошло Известие Что Клеп Который Управляет Гостиницей Серебряная Кровь Не Прочь Покупать Рыбу Если Тебя Туда Занесет Буду Крайне Признателен Если Ты Передашь Ему Договор Купли Продажи Не Бесплатно Естественно Ладно Силы Хорошо Как Только Отдашь Письмо Клепу Он Тебе Заплатит Вот Пожалуйста Так Ладно Хельга Давайте Знаг Совершить Пожарение И сюда Что Договор Гадала Знаг Где Был Бил Не Имею Ни Малейшего Представления О чем Это Ты Я В жизни Ни С кем Не Лягу Кроме Своей Женушки Ой Да Ладно Дай Ладно Никто Ничего Это Было Только Один Раз Понимаю Думаю Она Мне Что То Выпивку Подмешало Я С тех Пор В Ночлежке Даже Не Появлялся Просто Забери Эту Проклятую Штуку Глаза Мои Больше Не Видели Хорошо Так Ты Больше Квас Нет Давайте Посмотрим Хор Занимаешься Благотворительностью Полагаю Кто Даже Должен Ты Видишь В каком Ужасном Состоянии Находится Город Нищета Наводняют Улицы Преступники Разгуливают На Свободе Угроза Войны Заставляют Торговцев Сворачивать Дела Те Жалкие Монетки Что Я Бросаю В Ящик Для Пожертвования В Храме Это Самое Меньшее Что Я Могу Сделать А то Упомяну Нивенор Вот Она Идет Кстати Нивенор Моя Жена Как Мне Удалось Привлечь Столь Восхитительную Женщину Кстати Это Великая Тайна Она Чтоб Сказал Часто Спорим По Поводу Моя Жена Не Минор А Чтоб Кром Женщине Дринь Только На Милостыню Я Пытаюсь Когда Вы Делаю Напробую В Храме Мары Но Ей Больше Нравится Ходить По Магазинам Все Люди Такие Разные Верно Да Не Забудь Совершить Пожертвования В Храме Храм Мы Зайдем Но Ничто Пожертвовать Чтобы Квестик Ох Это Благословит Тебя Мара Вы Принимаете Пожертвование Конечно Сейчас Деньги Нам Нужнее Всего Каждый Сцеп Хочу Сделать Пожертвование Спасибо Обещаю Что Твой Взнос Пойдет На Благие Цели Расскажи Оно Мары Объединяет Самые Важные Для Нас Чувства То Что Каждый Мечтает Обрести Любовь Сострадание Понимание Нелегко Оценить Ее Дары В Наши Темные Времена Но Свет Ее Наша Путеводная Звезда Во Время Бури Расскажи Мне Побольше О Храме Мары Чудесно С Чего Начнем Мара Богиня Любви Храм Раздает Ее Дары Заботясь О Бедных Больных И Страждущих Мы Также Проводим Свадебные Обряды Для Заключаете Браки Нет В Скайриме Любовь Такая Же Суровая Как Люди Которые Тут Живут Жизнь Нелегка И Коротка На Долгие Ухаживания Нет Времени Если Кто Хочет Найти Себе Пару То Носит На Шее Амулет Мары Чтобы Это Показать Когда Кто То Ответ Взаимностью И Пара Поймет Что Хочет Быть Вместе Один Из них Приходит В Храм И Просит Нас Провести Обряд Так В Лет Мары Мне Небезу Спасибо Ты Просто Жрец А Это Куда Подевалась Далочка Не Здесь Квест А Ну Давайте Подождем Час Кому Свернется Чем Могу Тебе Помочь Сыну Выдав Квест Да Благословит Тебя Мада Нет Амулет Мары Мне Не Нужен Е Милость О Да Благословили Что Тому Из Восьмеры Ты Служишь Мы Поклоняемся Богине Маре Даровавшей Смертным Любовь Чтобы Они Могли Ощутить Вкус Вечности Бесчисленные Ее Милости Любовь Помогает Познать Истинную Природу Богов Я могу Получать Благословение Не Не Способны Узреть Предвести Рассвета Когда До Него Еще Далеко Чтобы Обрести Касание Мары Сперва Тебе Нужно Выполнить Ее Волю Исследуй Грани Бесконечного Кристалла Так Ты Будешь Нести Свет По Всей Земле Проскажи Мне Что Делать Рассвет Озаряет Тебя Дитя Неси Этот Свет И Даруй Его Всем Мара Передала Мне Образ У Подножия Глотки Юная Дева Почти Девочка Ее Переменчивая Любовь Должна Осознать Себя Деревня Айварстед Женщина Чье Имя Фастрит Такова Молитва Что Наша Богиня Услышала И Передала Своим Служителем Возвращайся Когда Исполнишь Ее Волю Я Попрошу Мару За Тебя Хорошо Так Алахимический Квест Да Все Да Все Правильно Посмотри Что У меня Есть Так У тебя Полно Забот Так Клянусь Если Б Меня Не Было Элгрим Даже Обедать Б Забывал Я С Трудом Понимаю Как Мы Вообще Зарабатываем Деньги К Слово Мне Нужно Чтобы Кто Сходил В Камень Шора И Принес Мне Образец Руды Элгрим Болги Свидетели И Пальцем Не Пошевелит Я Могу Сходить Туда Для Тебя Правда Сможешь Варить Это Было Было Замечательно Поговори С Филнером В Камни Шора У Него Лежит Какой То Образец Руды Который Хочешь Отдать Нам На Изучение Да Еще И Заплатить Я Скажу Пес Оговорок Так И Осторожнее Ты Здесь Как Ингун Ради Занятий Или Хочешь Что-то Купить Где Дом Где Это Ингун Дождемся Сколько У меня Дел Пока Мы Тут Болтаем Моя Смесь Могла Скореть Ну Он Или Типа Обучение Законченного Немец А Вот Здесь Нет Это Не Она Ради Занятий Купить Ну Где Она Есть Не Был Пока В Камни Шора Дождите Называй Это Место Знап Ладно Дождемся Утро Так Сразу Берем Квестов Вокруге Немного Занят Поним Блин Не успел Вон На Внутри Магазина Все Нормально Нашли Мы Эту Далочку Я Сегодня Ни О чем Кроме Опытов Думать Не Могу Что Тебе Нужно Почему Так Увеличина Ухемии Это Такой Восторг Видеть Как Мои Снадобья Влияют На Живую Плоть Как Останавливается Сердце Темнеет В Глазах Мы Состоим Из Тысяч Частей У Которых Тысячи Разных Функций И Все Они Работают Слаженно Поддерживая Жизнь В Теле Если Хоть Одна Деталь К Механизм Ломается Жизнь Заканчивается И Тогда Ты понимаешь Насколько На самом Деле Мы Хрупкие Не Слины Спросишь Почему Меня Это Так Увлекает Насмешка Насмешка В том Что Тот Самый Мир Который Дает Нам Жизнь Кого Я Видел В Жизнь Я Не Дам Тебе Проградить Телхимик Очень Надеюсь Завоевать Это Звание Да Однако Путь К Успеху Обрывист И Труден Мастер Элгрим Говорит Что У Меня Прерожденный Талант Но Я Боюсь Что Ободряя На Словах В Душе Он Порицает Меня За Ошибки Из-за Моих Ошибок Мастер Элгрим Уже Потерял Ингредиентов На Целое Состояние А Некоторые Из Них Еще И Элгрим Мне Нужно 20 Ядовитых Колокольчиков 20 Цветков Послена И 20 Корней Нирна Мне Кажется Или Правда Ты Не Прочь Собрать Для Меня Эти Редкие Ингредиенты Соберем Хорошо Я Достану Для Тебя Так Я Потеряю Меньше Времени Смогу Больше Внимания Уделить Своим Экспериментом Огромное Спасибо Вот Так Я Не Смогу Закончить Опыт Пока Ты Не Принес Нет Торопиться Вот Уж Извини Тут У меня Во все Стороны Торопиться Не Могу Нам Сейчас С Ночлежкину Сквеста Хельги Закончить Так Вот Не Помню Кто Этот Хобби А Кодик Помнил Не Младший Этот Шадер А Старший Вроде Кодик Точно Конечно У этой Дамочки Хельги Кусы Конюх Медовар И Рыбак Так Мне Надо Лошадей Подковать Так Что Давай Быстрее Давно У тебя Опасно Жить Вместе Чего Мне Труд А Я Вам Самые Сильные Руки Во Всем Скайриме Это Драка Мне Драка Не Интерес Эльга Давайте Знак Не Было Вне Он Нужен Ты О Чем Говоришь Я Даже Не Знаю Что Это Такое Дай Вам Никто Ничего Не Узна Мне Не Нужна Дурная Репутация В Рифтене Но Хельга Совсем С цепи Сорвалась Сказала Что Хочет Попробовать На Конюшне Ну Я И Согласился Если Тебе Так Нужен Этот Знак То Забирай До Встречи Ха 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 На Конюшне Так Отправляемся Ночлежку Благо Недалеко Совсем Ну Привет Хельга Если Тебе Нужен Ночлег То Ты Не По Адресу Думаю Это Все Твое Что Откуда Откуда Это У Тебя Нет Молчи Знать Не Хочу Давай Ты Останется Строго Между Нами Ладно Никому Не Нужно Говорить И Если Пойдут Слухи Что Я Врифт Не Занимаюсь Искусством Дебеллы Меня Из Города Вышвырнут Вот Забирай И Никому Ни Слово Особенно С вами Ага Свиток Массовый Паралич Прошу 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 Видела Готова Спорить Она Задергалась Почище Злокрыса Когда Их Увидела Думаю Теперь Здесь Все Заметно Поменяется Благодаря Тебе Возьми Это Пожалуйста А Наградный Двичай Ну Тут Полный Добор Случайных Доспехов И Оружи Держи От Применения Борис Шлем Истину Ого Иди К Тебе же На все Наплевать Чего Ну ладно Это Наверное Скрипни Так Сработал Я Типа Разрабами Написали Ванну Так Те Деньги Обновились Приложить Тебя Все Что Есть Все Обновились Ладно Тебе Уступлю Любая Твоя Находка Нам Очень Вроде Все Собрали Все Квеста Слушайте Так Где Это Отрава Так Прошлое Прошлое Болин Бунт План Вот это Мне не надо Не вижу Я Где Квест На Скуму Странно Толи Не отмечается Ну ладно Не важно На склад Мы сейчас Подойдем Ой Или я Этот квест Еще не вижу Кстати Тоже Вероятно Пойдем Через Медовар Недаложная Креветка Мне не Интересно Эй Не смотри На меня Так Кто Ты Чтобы Меня Судить Глава Бувай Ну Причесон Странно Пожаловать Возволь Часать Может Болела Может Еще Чего Как Был Ну Ничего Такого Нет Кошмар Отрастут Полосы Думаю Может Болел Может Еще Как Проблема Горели Волос Или Что-то Такое Все Бывает Ну ладно Далочка На нервах Не будем Обращать Внимание Рифтин Склад Нужен Ключ Раз Охранник Минус Отрублю Отрублю И этот Минус Как сказать Радикально Покончили Радикально Успокоили Товарищ Только Дальше Куда А Вот Нет Информация В источнике Нужно Найти Ой Зачем Мы Ворвали Ну ладно Маник Спер Дневник Не помню Где А вот Вот Двер Мне Все Не надо Эту Гадость Кошель Ну вот Придется Только Украть Записочку Ладно Хотя Граун Тонавожение Печати Голоку Продажи А ну-ка Давайте Почитаем Это про рыбу Договор Купи Продажи Договор Подтверждает Что клеп Владец Таверны Серебряной Икрой В городе Марк Обертуется Платить Более Владельцу Рыбного Порта Рифтона Что в городе Рифтон Сумма В размере 3 септима За каждый Бушель Рыба Оплата Надлежит Производить При получении Свежесть Товара Гарантируется Ну да Нормальный договор Так Теперь Груз прибыл Получились Сартис Получили Партии Лунного Сахара Из Морруинда Сейчас Перерабатываем Скума Будет готов К тому Время Как ты Доберешься До пещеры Крексли В принципе Золото Иначе Можешь Вообще Не являться И универ Так Выполнено Ё-моё Кругами Небольшое Помещение Вот так Ну ладно Пойдем Через медоварню Снова И я Эту часть Квеста Сдаем Сейчас Извини Но боюсь Я сейчас Ничем Особо Не могу Помочь Я в трауре Не извиню Тебя Не извиню Ты у нас Позволь Крайне Не Имперский Настроен Товарищ За Ульфрик Вроде Сей душой Верь Вся Ваша Семейка Поэтому До свидос Трава У него Дальше Явелись Позлорастовый Да Другого Аниста С Чем могу Служить С Артисом Идреном Позволь Как приятно Как приятно Хоть Иногда Получать Хорошие Новости Не было Ли на складе Чего-нибудь Еще О чем Мне следовало Бы знать Мне удалось Узнать Откуда Сартис Избрал Скуму Тогда Не будем Терять Время Весть О смерти Сартиса Быстро Дойдет До Его Подельников Нужно Раз И навсегда Уничтожить Источник Этой Отравы Иначе Место Сартиса Просто Займет Кто-то Другой Сделай Это Для Меня И Ты Приблизишься К Получению Титула В Рифтене Пусть Сделанная Обещаю Хорошо Доложи Мне Когда Задание Будет Так Есть Как Ярла Лайва Я Готово Сейф Готово Тону Готово Уже 48 минут Серии Прошло Давайте Ка Заканчивать На Этому Сегодня Завтра Уже Камень Шора Пещера Крэкс Лейн И так Далее А пока Всем Спасибо За Просмотр До Новых Встреч И На Ваши Лайки Комментарии Я надеюсь Очень Знаете Мотивирует